От 28% в Слободзейском и Рыбницком районах до 45% в Дубосарском. Об исполнении доходной части местных бюджетов докладывает министр финансов. Показатели госказны сегодня ещё ниже. В неё на 11 ноября поступило всего 19% от запланированных доходов. Однако, если брать в цифрах, то это почти на 22 миллиона рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года. Немного исправилась ситуация у нас по таможенным пошлинам и по акцизному сбору на импорт. Мы получили больше, чем в предыдущем году, но, конечно, план исполнен всего на 28% по таможенным пошлинам. Но я вижу, что сейчас тендеры прошли и поступает ГСМ для бюджетных организаций, поэтому и в этот период времени, как бы, значительное поступление по таможенным пошлинам и по акцизному сбору на импорт. На повестке дня и выполнение социальных обязательств государства выплата пенсий напрямую зависит от наполнения бюджета Единого государственного фонда социального страхования. По единому социальному налогу мы получили порядка 50 миллионов рублей, но расходы были проведены в объеме 130 миллионов рублей. На покрытие недостающих ресурсов были направлены средства из известного источника. Как бы покрытие было сделано и на сегодняшний день все выплаты производятся своевременно, по маршрутам. Как бы нареканий нет. По выплате заработных плат из местных бюджетов впереди всех Днестровск. Здесь уже полностью погасили зарплату за октябрь. Самый низкий процент выплат пока в Григориополе – чуть более 7%. По республиканскому бюджету выплаты идут в текущем режиме. Мы смогли закрыть зарплату республиканскому бюджету на 69%. Закрыта заработная плата всем органам исполнительной власти, законодательной, судебной. Кроме того, знаете, что был день милиции не полностью зарплату, но я так думаю, что все те, которые находятся на посту, все те, которые непосредственно осуществляют охрану порядка, они получили заработную плату, это 9,5 миллиона и получается они получили не графика. На совещании также говорили о подписании дополнительного соглашения к договору с коммерческой фирмой о беспроцентном займе. Срок его погашения продлён до 1 июля 2017 года.